Мне сложно поверить, что это реальность. То, о чем я хочу поговорить с тобой, это просто верх лицемерия. Тайм-коды будут в описании. Не забудь поставить лайк, это очень помогает моему каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за поддержку. Итак, первая история, это, к сожалению, одобрение комиссии по ценным бумагам и биржам Bitcoin ETF. Я говорю, к сожалению, потому что это не долгожданный спотовый Bitcoin ETF. Это кредитный, фьючерсный Bitcoin ETF. То есть это просто инструмент для того, чтобы набрать кредитных денег и поставить на рост или падение биткоина. Но не купить физический биткоин. Сейчас я знаю, что люди очень вдохновлены потенциалом для криптовалютного рынка, который может раскрыть спотовый Bitcoin ETF от BlackRock. Или же, например, от Fidelity и других компаний, которые подали заявки на открытие этого биткоин ETF. Но то, что меня шокирует, это лицемерие. Гэри Гэнслер из SEC говорил, что он пока не собирается одобрять спотовый Bitcoin ETF, потому что он боится манипуляций и пытается защитить инвестора. Но является ли одобрение кредитного фьючерсного ETF защитой потребителя? Напиши в комментариях, как ты думаешь, является или нет. В любом случае, запуск запланирован на бирже CBOE во вторник 27 июня. Итак, volatility shares, 2x Bitcoin Strategy ETF, либо же BITX, запустится уже в следующий вторник. Почему-то рынок воспринимает эту новость позитивно, и биткоин на ней вырос выше 31 тысячи долларов. Но каждый раз, когда я слышу о CBOE или CME и так далее, у меня возникает флэшбэк. Мало кто сейчас вспомнит. Но в 2017 году был одобрен фьючерсный биткоин CME ETF. Все думали, что это будет просто потрясающе для рынка. И мы видим, что перед запуском этого CME фьючерсного ETF для биткоина, биткоин стоил около 17,5 тысяч долларов. Затем мы подошли к пику, около 20 тысяч долларов. И после этого, когда наступило 18 число, произошел запуск CME фьючерсов на биткоин. Произошел какой-то небольшой спад. Но все тогда сказали, ничего страшного, это просто ошибка, все будет хорошо. Тут же первые в истории США фьючерсный ETF одобрили. Все вернется обратно, но этого не произошло. Потому что все шортили на этих фьючерсах как сумасшедшие. И это стало началом масштабного медвежьего рынка, когда биткоин упал за 20 тысяч долларов до трех. Я не говорю, что это произойдет сейчас после одобрения первого в истории США кредитного биткоин фьючерс ETF. Но события подозрительно похожи. Мы знаем, как кредитная торговля приводит к каскадным ликвидациям, шорт-сквизам, лонг-сквизам. Как минимум, мы можем ожидать огромной волатильности после запуска этого ETF. Интересная такая защита инвесторов от SEC. Можете брать не свои деньги, а кредитные, и ставить их на повышение или понижение цены биткоина. Совсем не рискованно. И никаких манипуляций точно не будет. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. А сейчас я хочу показать тебе следующую историю, которая не менее интересная. Мы знаем о том, что Deutsche Bank, банковский гигант с капиталом в 1,4 трлн долларов, собирается получить лицензию на хранение криптовалют. То есть стать криптовалютным кастодианом. Это просто фантастика. Это отличные новости для массового внедрения криптовалюты в повседневную жизнь. Так вот, еще один крупный банк, на этот раз французский, Кредит Агриколес, Кейсис, если я не ошибаюсь, могу читать неверно, получает криптокастодиальную лицензию во Франции. Ходили слухи, что этот традиционный финансовый гигант годами стремился ее получить и вот, наконец, получил. Так что, похоже, дела продвигаются довольно быстро. Мы начинаем наблюдать то, как огромные банки один за другим стремятся в криптоиндустрию. Итак, Кейсис зарегистрирован французскими регуляторами в качестве криптовалютного кастодиана. То есть банка, который предоставляет услуги по хранению криптовалюты. Этот банк имеет около 5 трлн долларов капитала и, по слухам, стремится получить и статус регулятора криптовалют во Франции. И знаешь, что интересного в этой истории? Генеральный директор Кредит Агриколес. Его зовут Филипп Брасак. Это французский бизнесмен, руководитель и генеральный директор Кредит Агриколес, сменивший Жан-Пьера Шефле на этом посту в мае 2015 года. Да уж, великолепная информация. Кого это волнует вообще, да? Тебя, наверное, вообще-то не интересует. Но почему я тебе об этом рассказываю? По одной единственной причине. 29 апреля 2021 года Филипп предсказал, что биткоин будет стоить меньше 1 доллара к апрелю 2025. Вот эта статья на французском. Это очень забавно, ведь Кредит Агриколес стремился к статусу криптовалютного кастодиана, по крайней мере, в течение пары лет. И одновременно с этим его генеральный директор публично заявлял о том, что биткоин будет стоить меньше доллара. Еще одна история и еще одно безумное лицемерие. Но это еще не конец. Международный валютный фонд разворачивается на 180 градусов. Удивительно, что это происходит именно сейчас на фоне всех событий. МВФ капитулирует перед биткоином. Международный валютный фонд заявил, что запрет криптовалюты и биткоина неэффективен. Помнишь, как Международный валютный фонд заявлял, что это плохая идея делать биткоин законным платежным средством? И призывал Сальвадор запретить биткоин, ведь его принятие угрожает мировым финансам и глобальной экономике. Теперь они возвращаются и говорят, а знаете что? А ведь это была неплохая идея. Вот что происходит. МВФ меняет свое отношение к криптовалюте. Экономисты Международного валютного фонда выпустили отчет, в котором говорят, что склоняются к принятию криптовалюты, но в регулируемых рамках. Они заявляют, что хотя несколько стран полностью запретили криптовалютные активы, такой подход может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе. Месяцами ранее Международный валютный фонд публиковал совершенно другой доклад о том, что странам стоит рассмотреть возможность полного запрета криптовалюты. Как же они переобулись? Теперь они хотят ее принять и регулировать, а не запрещать. Вау, просто вау. Это еще один пример невероятного лицемерия сегодня. Напиши в комментариях, из какой страны ты, из какого города и как у тебя обстановка. И береги себя, пожалуйста. Твоя жизнь очень ценная. И, наконец, последняя история на сегодня, связана с событиями в России. Здесь не политический канал, поэтому я хочу рассмотреть только последствия этих событий для традиционных рынков и криптовалютного рынка. Это на самом деле очень интересно. События в России, пишет FXHedge, могут привести к большой волатильности на рынке. Он же предполагает, что стоит переждать эти события в безопасном месте, например, в золоте. И почему-то в облигациях. Аналитики приводят аналогии с 1991 годом, когда случались похожие события. Тогда, 19 августа 1991, рынок обрушился после открытия, как ты видишь на этом графике. Именно поэтому следующие 24 часа, как пишет KBC Letter, имеют решающее значение для рынков. Потому что в понедельник открываются торги, и мы должны быть к этому готовы. Но как это повлияет на рынки, задается вопросом KBC Letter. Аналитики предупреждают, что цены на нефть и природный газ в понедельник могут снова взлететь. Энергетическая инфляция в Европе по-прежнему составляет 7%. При этом эти 7% берутся от прошлогодней инфляции, которая в 2022 выросла на 20%. Поэтому высокая инфляция становится новой нормой. Это также будет способствовать и продовольственной инфляции, которая по-прежнему составляет 12,5% в Европе. Да, хедлайн инфляция падает, но посмотри на Core CPI в Европе. Например, в Великобритании. Она до сих пор остается очень высокой. А что насчет США? В то время, как общий индекс потребительских цен снижается вслед за сырьевыми товарами, базовый PCI, который использует ФРС, остается высоким. Если мы увидим в понедельник начало нового витка энергетического кризиса, инфляция может снова начать расти. Это уже большая проблема для ФРС США, которая ведет с этой инфляцией ожесточенную борьбу. То есть фактически в понедельник будет решающий день, когда мы поймем, будет ли ужесточаться борьба с инфляцией во всех странах мира. И если она будет ужесточаться, то, конечно же, впрочем, как и смягчение этой борьбы, тоже повлияет уже в позитивную сторону. Джером Паул на предыдущей встрече ФРС сказал, что в этом году, возможно, придется повысить ставки еще два раза. Но если инфляция сейчас резко взлетит, то этих повышений будет недостаточно. Их будет не два. Так что имей это в виду и обязательно за этим следи. Теперь вопрос, а что же делать? Покупать, продавать, ничего не делать? Лично я не делаю вообще ничего. Почему? Потому что, как мы уже не раз говорили в прошлых видео, моей идеальной зоной покупок было нахождение биткоина ниже этой глобальной средней скользящей. Именно эта зона является исторической возможностью покупать биткоин. Это точка максимальной возможности. И как ты видишь, если мы приблизим, мы уже не находимся в этой зоне. Мы выше нее. Что я бы делал сейчас? Это дожидался бы больших просадок и покупал бы на них. Я бы занимался долларовым усреднением. Многие смеются над этой стратегией, но вот есть интересное видео. Почти каждый, кто занимался ежедневным долларовым усреднением, сейчас находится в профите, независимо от того, когда он начинал усреднение закупок. На этом графике, когда вся оранжевая линия опускается ниже пунктирной белой линии, это означает, что все, кто занимался дневным DCA, получают прибыль. Я знаю, DCA требует большого терпения и много времени. Но, как по мне, это одна из самых эффективных стратегий. Если бы ты, например, начал усреднять покупки биткоина в 2018 году и покупал бы его на 100 долларов каждую неделю и дождался бы нового буллрана, ты бы получил 7 иксов. Несмотря на медвежьи рынки, на крахи цены и так далее. Несмотря на всю панику, которая была, на все негативные новости. За это время ты бы вложил в биткоин примерно 20 тысяч долларов и получил бы обратно 146 тысяч долларов. А если бы ты начал усреднять в 2019, почему именно этот год? Потому что это перезагружающий год в четырехлетних циклах биткоина. Это, например, 2015, 2019 и, получается, 2023. Как по мне, это лучшие годы для инвестиций в криптовалюту с точки зрения соотношения риска к вознаграждению. Итак, если бы ты начал усреднять по доллару на покупках биткоина в 2019 году, то до пика в 2021 ты бы вложил около 15 тысяч долларов и получил бы около 100. Да, это если говорить о биткоине, потому что это самая безопасная криптовалюта. Но чем дальше вниз по списку ты опускаешься на CoinMarketCap, тем рискованнее становятся инвестиции в криптовалюту. Однако и потенциальные доходы становятся гораздо выше, чем ниже мы опускаемся. Например, если бы ты усреднял эфир с 2018 года, то на Булране 2021 ты бы получил 331 тысячу долларов, вложив за два года 20 тысяч долларов. Усреднение по кардана с 2018 по 2021 год принесло бы 686 тысяч долларов при общей сумме усреднения в 19 тысяч долларов. Я оставлю ссылку на вот этот калькулятор в описании под видео. Поиграйся немножко, я думаю тебе будет интересно. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди. Береги себя и увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok